Но в конце концов, как я уже сказал, религия, в которую я верю, сколько бы ты ни старался, тебе не удастся убедить меня, что Иисус не Бог. Но Библия говорит в Иоанна 8, 31, «Ищите истину, и истина освободит вас». Итак, если ты закроешь свой разум от того, к чему тебя могут провести эти рассуждения, и ты уже решил, что знаешь истину, тогда бы я сказал, что мне не имеет смысла общаться с тобой. Я хочу знать, настоящая ли это истина. Есть только одна истина. Есть только одна истина. Если это была бы истинная религия, как ты говоришь, это истинная религия от Аллаха, Бога, и тогда да, я бы последовал. Хорошо, сейчас мы будем это исследовать. Авраам — это не отец. То, что ты только что сказал, — это ересь. Даже католики сочтут это ересью. Поэтому скажи мне, как это доказывает, что он Бог? Вперёд. Ну, я думаю, только потому, что это сказал твой священник, это не значит, что это правда. Нет-нет, не поэтому. Хорошо, очевидно, что несмотря на то, что у меня есть доказательства. Хорошо. Я никогда не смогу заставить тебя поверить, что Иисус — Бог, верно? Нет, я бы поверил, если бы были доказательства, что он был. Хорошо. Итак, в Библии... Подожди, прежде чем ты скажешь «в Библии», я просто хочу сделать небольшое введение. Как тебя зовут? Меня зовут Джерад. Джерад, я Мохаммед. Так что это очень уникально, находить такого молодого человека, как ты, заинтересованного в такого рода дискуссиях, не так ли? Да. Но это нормально, мы можем подискутировать. Ты тоже интересуешься религией? Нет? То есть только он. Ты нормальная, не волнуйся, он ненормальный. Я подаю заявление в католическое священство, чтобы поступить в семинарию примерно через два года. Хорошо. То есть это твоя страсть в жизни? Да. Это мое призвание от Бога. Ничего, если я уничтожу твою страсть в жизни? Это нормально? Конечно, у Бога есть план на меня. Но ты видишь, я также хочу сказать это в начале дискуссии. Я не закрыл свой разум. Ты задал мне вопрос, могу ли я убедить тебя. И я сказал, что если буду доказательства, я буду убежден. А с твоей позицией то же самое. Если я предоставлю тебе доказательства того, что он не Бог, ты изменишь свою позицию? Нет. Это значит, что ты предубежден. Как можно дискутировать с кем-то, если он уже закрыл свой разум? Это хорошее замечание. Я не обязательно принял окончательное решение. Если бы ты представил... Дело в том, что католицизм говорит, что, конечно, вы должны быть непредобежденным. Но в конце концов, как я уже сказал, религия, в которую я верю, сколько бы ты ни старался, тебе не удастся убедить меня, что Иисус не Бог. Но Библия говорит в Иоанна 8.31, ищите истину, и истина освободит вас. Конечно. Поэтому ты должен искать истину. И так же Висайя 1.18 говорится, давай рассуждать вместе. Да. Так что тебе нужен разум. И через разум ты достигаешь истины. И какую бы истину ты не нашел, она освободит тебя. Итак, если ты закроешь свой разум от того, к чему тебя могут привести эти рассуждения, и ты уже решил, что знаешь истину, тогда бы я сказал, что мне не имеет смысла общаться с тобой. Потому что тогда я бы, по сути, зря потратил свое время. Я не пытаюсь проявить неуважение. Но тогда я не буду предубежден. Нет-нет, ты сказал тогда. Это значит, что это просто ради разговора. Ты действительно? Хорошо, посмотри в наши дискуссии. Я проведу дискуссию. Я открыт, но ты должен понимать, что у меня есть призвание к священству. Поэтому я не перестану верить, что Иисус Бог. Хорошо. Я свободен в своих идеях. Но в конце концов, у меня есть страсть к моей религии. Хорошо, это нормально. Но что, если твоя религия была ложной? Ну, об этом я и говорю. Дело в том, что моя религия насчитывает две с половиной тысячи лет. Нет-нет, история не имеет значения. Буддизм старше твоей религии. Но я спрашиваю, он старше? Да, конечно, буддизм был до христианства. Но сейчас я задаю простой вопрос. Я говорю про правду и ложь. Если это окажется ложью, что ты будешь делать с этим? Ты по-прежнему будешь придерживаться чего-то ложного. Я бы пошел и обратился за религиозным советом. От кого? От духовного лидера. Что если у него не будет ответов для тебя? Тогда я поищу своего собственного духовного совета и поговорю с Богом. Что если ты не найдешь ответов? А если я не найду ответов, то постараюсь укрепить свою веру еще сильнее. То есть ты будешь слепо следовать? У тебя слепая вера. Что я могу сделать? Я не слепо верю. Но то, что ты сказал, является буквальным определением слепой веры. Слушай, ты сказал, что если я не найду ответа, я проведу расследование, спрошу священника, спрошу Бога. Сделав все это, не найду ответа, моя вера станет сильнее. Ты серьезно? Это определение слепой веры. Вот в чем дело. Когда люди переживают трудные времена... Хорошо. Скажем, коронавирус, национальная пандемия. К чему обращаются люди? Они обращаются к религии, и их вера становится еще сильнее. Они обращаются к Богу. Именно они обращаются к Богу. Но не обязательно к твоему Богу. Ведь сейчас мы говорим о твоем Боге. Справедливо. Мы говорим, если твой Бог окажется ложным. Да, хорошо, если мой Бог окажется ложным. Послушай, я пытаюсь заставить тебя переосмыслить свою жизнь, потому что ты еще молод, верно? И думать сейчас таким образом не очень полезно. Ты должен быть человеком, который ищет истину. Ты должен быть искателем истины. Хорошо. Куда бы ни привела тебя истина, ты должен следовать ей. И ты говоришь, что ислам обладает ей, верно? Нет, я говорю, что это то, что ты должен делать каждый день. Это то, что я делаю. И это то, чему ислам учит делать. Пророк Мухаммед... Католицизм тоже этому учит, не так ли? Но ты не исполняешь этого. Сейчас около девяти часов вечера. Какое это имеет отношение к тому, что ты говоришь? Это актуально, потому что это был очень долгий день. Извини. Я хочу задать тебе последний вопрос. Хорошо. Ты просто хочешь добраться до сути. Знаешь, почему я не хотел переходить к сути? Потому что я не хотел терять свое время. Справедливо. Я хочу говорить с кем-то искренним. Но в любом случае, я буду достаточно любезен и позволю тебе задать свой вопрос. Я готов открыть глаза. Хорошо, давай. Сейчас увидим. Сейчас увидим. Собираюсь ли я принять ислам? Нет. Значит, ты просто предубежден. Просто я не хочу переходить в другую религию. Значит, ты предубежден. Ты закрыл свой разум. Я не предубежден в отношении этой идеи. Итак, если ислам – это истина, ты станешь мусульманином. Если это истина? Да. Если Бог скажет мне «да», это истина? Я не говорил, что если Бог скажет тебе. Я сказал, что если ислам – истина, ты последуешь ему. Это вопрос, да или нет? Я хочу знать, настоящая ли это истина. Есть только одна истина. Есть только одна истина. Если это была бы истинная религия, как ты говоришь, это истинная религия от Аллаха, Бога, и тогда да, я бы последовал. Хорошо. Сейчас мы будем это исследовать. Ты можешь видеть, что я не предубежден, верно? Нет-нет, совсем нет. Но я все равно поговорю с тобой. Я думаю, даже она согласна, что ты предубежден. В Библии Иисус говорит, и это в Ветхом Завете. Есть настоящие рукописи. Потому что Ветхий Завет взят с еврейской Библии. И у нас есть новые научные данные, подтверждающие точное количество, сколько раз в Библии была скопирована. Это неправда. Это правда. Смотри, ты можешь пойти и принести... Дай мне название рукописи. Я не могу назвать тебя. Тогда ты просто делаешь бездоказательное утверждение. Нет, потому что в прошлый четверг я... Я могу назвать рукопись. Ты знаешь, что означает альфа и омега? Первый и последний. Давай не будем прыгать повсюду. Ты сделал утверждение... Нет, я... Нет-нет, подожди. Во-первых, ты сказал, что тебя зовут Жирот, верно? Да. Нам нужно быть уважительными и не перебивать друг друга, верно? Слушай, ты сделал утверждение? Да. И я не согласился с тобой по поводу твоего утверждения. Ты не можешь подтвердить это доказательствами. Потому что у тебя нет названия рукописей. У тебя нет доказательств того, что ты сказал. Это просто твое слово. Я же, с другой стороны, могу назвать тебя самые ранние рукописи Библии. Да. Потому что я изучал это, верно? Итак, самая древняя рукопись из Ветхого Завета, которую у вас есть, это свитки Мертвого моря, на которые ты, вероятно, и хотел сослаться. А свитки Мертвого моря отделены от Моисея почти на две тысячи лет. Они написаны группой еретиков из неизвестных источников, и у них нет полного Ветхого Завета. Там есть лишь большая часть Исаии. И в нем есть много вещей, которые отвергают христиане. Да. Так что это ненадежный источник информации. Христиане отвергают, потому что есть много конфессий в христианстве. Что опять-таки неверно. Нет-нет, давайте сосредоточимся на рукописях. Я сейчас высказываю свою мысль. Итак, по Ветхому Завету у вас ничего нет. Самое раннее, что у вас есть, это две тысячи лет после Моисея. Это факт. Сегодня это исторический факт. Теперь второе. Новый Завет. Самая ранняя полная рукопись, которая у вас есть, называется Синайский кодекс. А тот, что после него, называется Ватиканским кодексом. Да. И оба они датируются четвертым веком. Почти четыреста лет после Иисуса, верно? А с первого века у вас ноль рукописей. У вас ничего нет. Справедливо. А со второго века есть что-то небольшое под названием П-52. Значит, у тебя изначально нет ничего оригинального, чтобы можно было копировать с него. Так что ты просто придумал несколько вещей, когда делал утверждение. Могу я задать тебе вопрос? Конечно, спрашивай. Хорошо. Какой религии был Иисус? Мусульманин. Хорошо. Знаешь, что значит мусульманин? Хорошо. Ты можешь улыбаться, но ты даже не понимаешь, что значит мусульманин. Нет-нет, я не хотел проявить неуважение. Нет, я не обижаюсь. Я просто говорю, что ты не знаешь, что значит мусульманин. Но ты этому удивлен. Да, я удивлен. Что означает слово «мусульманин»? Я не могу тебе сказать. Верно, это нормально. Это не мое убеждение. Хорошо, я скажу тебе сейчас. Мусульманин – это тот, кто подчиняет свою волю единственному истинному Богу. Хорошо. Хорошо. Аллах – единственный истинный Бог. Подчинил ли Иисус свою волю Богу? В еврейской вере? Нет-нет, в христианстве. Он был евреем. Когда ты говоришь «еврейская вера», ты имеешь в виду христианство, верно? В иудаизме? Нет, я говорю «в твоей вере». Иисус подчинил свою волю Богу? Да. Хорошо. Он кричал «Иляи, Иляи, Самодана Иляи». Нет-нет, он говорил «Ляма савахтанья». Почему ты оставил меня? Ты говоришь о другом. Но он сказал в Луке 22,42, «Да будет твоя воля, а не моя». Да, верно. Так что он подчинялся воле Отца и повелел людям следовать воле Отца. Так что Иисус был человеком, ходившим по земле и подчинявшим своей воле единственному истинному Богу. Знаешь ли ты, что Иисус не ел свинину? Прости, ты знаешь, что Иисус не ел свинину? Нет. Нет проблем. Ты знаешь, что Иисус спастился? Да. Ты знаешь, что мать Иисуса была покрыта, поэтому монахи не покрыты? Да. Ты знаешь, что Иисус падал ниц, как мусульманин, когда молился? Он поклонялся Богу. Да. Он падал ниц. Как и священники. Он не делал вот так, как вы, ребята, делаете. Но он падал ниц. Так же делают священники. Нет, я не знаю, как и священники это делают. Я их никогда не видел, но это нормально. Католики так же падают ниц. Нет проблем. Некоторые священники где-то так делают. Суть в том, что это был Иисус, верно? Он был с Ближнего Востока. Он не был белым паром, верно? Конечно, нет. Он был смуглым. Да, по цвету он больше походил на меня. Потому что я тоже с Ближнего Востока, верно? Итак, Иисус сделал все эти вещи и говорил по-арамейски. Да. Он не говорил на иврите. Ты знаешь, как на арамейском языке будет слово «Бог». Ты собираешься сказать, что это Аллах? Нет-нет, это и есть Аллах. Это не то, что я придумал. Это язык. Потому что в семейских языках арамейско-арабский и иврит звучание аналогичное. Итак, Иисус говорил Аллах. Падал на лицо, когда молился. И его мать была покрыта. И он ел свинину и постился 40 дней. Что это за религия? Ислам. Большое спасибо. Могу я не согласиться с тобой? Это все факты, но давай. Братья и сестры, прошу, ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы как можно больше людей получили пользу от этих видео. И также делитесь со своими знакомыми. У меня тоже есть факты. Давай. Верно. Да, верно. Мусульмане говорят или пытаются сказать, что Иисус кричал, знаешь, когда Иисус умирал на кресте, он кричал «Иляи, Иляи». Да, я только что сказал тебе «Иляи, Иляи, Иляи, Маса Бахтани», что с арамейского означает «О, мой Бог, о, мой Бог, почему ты оставил меня». Он сказал «Мой Бог». Так был ли он Богом или у него был Бог? Мы доберемся до этого, я обещаю. Хорошо, мы перейдем к этому. Они пытаются сказать, что Иляи в переводе на арабский означает «Аллах». Нет-нет, Иляи или Иляи, в арабском языке есть похожее слово «Иляи», а не «Аллах». «Иляи» буквально означает «Мой Бог». На арамейском и арабском языках, если я говорю «Иляи», это означает «Мой Бог». Да. И сейчас ты пытаешься совершить заблуждение соломенного чучела. Если какой-то человек в каком-то уголке мира говорит подобное, меня это не касается. Ты говоришь со мной, верно? Да. Так что разбирайся с моими аргументами. Хорошо, вперед. Хорошо, могу я теперь закончить? Да, конечно. Но их аргументы меня не интересуют. Хорошо, они сказали, что это Аллах. Я не знаю, кто они. Почему я должен оправдывать то, что они говорят или делают? Это очень известный подкаст, но я не помню его название. Это неважно, мне все равно. Ты говоришь со мной. Хорошо. Можем ли мы перейти к моему вопросу? Когда Иисус сказал «Мой Бог», являлся ли он Богом? И да у Него есть Бог. Какой из этих вариантов? Он божественен. Является ли он Богом? Есть Святой Дух, ты знаешь Тройцу? Я знаю Тройцу. Отец, Сын и Святой Дух. Давай подождем секунду. Давай подождем секунду, пока они не пройдут. Потому что я тебя не слышу, и ты меня не слышишь. Итак, Отец, Сын и Святой Дух. Все это связано с Богом. Я все равно не слышу тебя. Я знаю, что ты взволнован, но подожди секунду, пока они отойдут немного дальше. Вы это записываете? Да, конечно, это записывается. И потом вы загружаете это в интернет? Абсолютно. Ты ведь тот, кто хочет стать священником. Знаешь, ты должен быть счастлив. Ты должен быть уверен в себе. Да, конечно, но я не хочу, чтобы название видео было «Христианин полностью разгромлен мусульманином». Ты чувствуешь, что ты разгромлен? Нет. Хорошо, тогда продолжим разговор. Люди сами будут судить, понимаешь? Даже если в заголовке это сказано, люди просто скажут. Нет, его не разгромили, верно? Так что вперед. Скажи, что ты хотел сказать. Итак, я хочу спросить тебя, что касается еврейского Ветхого Завета. Потому что я верю, что они датируются более ранним периодом, чем христианские рукописи. Конечно, так оно и есть. Потому что это было до Иисуса. А еврейт и христианство чрезвычайно близки. Нет, нет. Но в любом случае, закончи свою мысль. Я хочу знать, к чему ты клонишь. В Ветхом Завете Иисус сказал две вещи. Я есть альфа и омега, первый и последний, начало и конец. Ты знаешь, какой это стих? Откровение? Ты знаешь, что это был сон? Серьезно? Да, это было сновидение. Можешь показать мне, что это было видение? Так сказано в тексте. Прочти. Видение Иоанна. Открой текст. Ты не знаешь свой текст? Давай. Ты пытаешься присцедить меня? Нет, нет, я просто говорю тебе. Ведь предполагается, что ты христианин, а не я. Поэтому ты должен был знать. Да, да. Так что это было видение. Хорошо. Так что для меня это ненадёжно. Меня не волнует, что кто-то что-то сказал во сне. Если кто-то скажет, что в своём сне он увидел, что картошка – это Бог, это не значит, что картошка – это Бог, не так ли? А как насчёт того, когда Иисус сказал, «Прежде чем был Авраам, я был, или я сущий?» Что он имел в виду? Хорошо. Знаешь, где это? Это, я думаю, также в откровении. Нет, это Вьоанна. Хорошо. Глава 8. Хорошо. Стих 58. Хорошо, спасибо. Ты знаешь контекст? Нет. Хорошо. Тогда зачем ты вырываешь что-то из контекста? Ты можешь сказать мне, что это значит? Я могу рассказать тебе всё. Я могу рассказать тебе контекст. Пожалуйста, я хочу знать. Я хочу, чтобы ты просветил меня. Я просвещу тебя. Но сначала я хочу понять твоё утверждение. Что ты утверждаешь? Что для тебя означает фраза «Прежде чем был Авраам, я был»? Каково твоё утверждение? Как Бог называет себя в Библии? Бог. Адонай. Адонай. Элогим. Отец? Отец, да, конечно, в твоей Библии, да. Хорошо, в моей Библии. Хорошо, тогда с моей стороны не совсем честно ссылаться на вашу Библию. Нет, продолжай. Я хочу знать твоё утверждение. Когда он сказал «Прежде чем был Авраам, я был». Что это значит? Объясни мне эти слова, потому что это твоё утверждение, не так ли? Так что для меня и для многих христиан, и фактически для всех католиков... Хорошо. Это почти библейское доказательство того, что Иисус — Бог. Почему? Можешь объяснить? Потому что до Авраама я был. Что это значит? На английском языке это не имеет смысла. Поэтому ты должен объяснить это мне. Что значит «Прежде чем был Авраам, я был». Скажи мне, что это значит? Нет-нет, это ты сделал утверждение. Ты не можешь просить меня объяснить твою Библию. Но я спросил тебя, что это означает. Слушай, я могу объяснить тебе это и дать контекст, и ответить на все твои вопросы и всё такое. Но это ты утверждаешь, что этот стих доказывает, что он Бог. Поэтому ты должен знать, что это означает. Поэтому скажи мне, как это доказывает, что он Бог. Вперёд. Ну, я думаю... Только потому, что это сказал твой священник, это не значит, что это правда. Нет-нет, не поэтому. Послушай, я хочу сказать тебе, но боюсь, что сделаю неправильно. Хорошо. Теперь скажи мне, почему ты веришь, что это показывает, что он Бог. Для меня слова «прежде чем был Авраам, я был» это то же самое, что и «прежде чем был отец, я был». То есть ты говоришь «прежде чем был отец, я был»? То есть Авраам — это отец? Это то, что ты только что сказал. Ну, а что в Библии предполагает, кто такой Авраам? Авраам — это не отец. То, что ты только что сказал, это ересь. Даже католики сочтут это ересью. Нет-нет, я говорю, что он пророк. То есть он не отец? Нет. Хорошо. Ты только что говорил «прежде чем был отец, я был», что совершенно неверно. «Прежде чем был Авраам, я был». Да, что это значит? Хорошо, я не могу объяснить это. Так как же это доказывает, что он Бог? Ты сделал утверждение, что это доказывает, что он Бог. Не я тот, кто сказал «смотри, этот стих доказывает, что он Бог». Это ты принёс этот стих. Хорошо. Послушай, я сказал тебе в начале дискуссии. Готов ли ты к тому, что твоя вера будет, скажем, слегка потрясена? Разрушена? Нет-нет, я бы сказал «слегка потрясена». И ты сказал «да». Послушай, когда ты приходишь к мусульманину, да, а мусульмане изучают свою религию, особенно если они стоят здесь и говорят о своей вере, да. И они также изучают твою религию, твою книгу и ссылки на то, что в ней говорится. Так что тебе следует быть более подготовленным, верно? Теперь, когда ты цитируешь «прежде чем был Авраам, я был», что делают христиане? Они делают два утверждения. Я помогу тебе и расскажу, почему эти два утверждения не работают. Но я всё равно протяну тебе руку помощи. Они говорят одно из двух. Либо они говорят «прежде чем был Авраам, я был». Это означает, что он был вечным, потому что он существовал до Авраама. Это одно из их утверждений, которые они делают. И ещё одно их утверждение «прежде чем Авраам, я был» или «я есть», это имя Бога. И они ссылаются к исходу в Ветхом Завете. И они говорят, что когда Моисей пришёл и спросил Бога, «Как тебя зовут?» и тогда Бог сказал ему, «Я такой, какой я есть». Итак, они говорят, что это имя Бога. Это два утверждения, которые выдвигают христиане. И оба они ложные и не имеют никакого смысла по нескольким причинам. Во-первых, если я скажу, «прежде чем был Авраам, я был», это относится к вечности? Нет, это не относится к вечности. Там просто сказано, что он был до Авраама. Там также говорится, что дьявол существовал до Авраама. Но это не значит, что он был Богом. А Мельхиседик в Библии не имеет ни начала, ни конца. Да, он вечен, согласно Библии, в послании к евреям, глава 7, стих 3. Так что это не доказательство того, что он Бог. Итак, первое утверждение мы исключили. Второе утверждение – если ты скажешь, что «я был» – это имя Бога, то я заменю «я был» на Бог. Итак, прежде чем был Авраам, был Бог. Как это утверждает о божественности? Нет, никак, ты только что объяснил мне это. Хорошо. Эти христиане просто неправильно используют Библию. И неправильно ее интерпретируют. И на основании этого не делают никаких выводов. Так что Иисус не Бог. Теперь позволь мне задать тебе вопрос. Поскольку я позволил тебе задавать вопросы. Теперь позволь мне задать тебе вопрос. Но будь готов к тому, что я не смогу на них ответить. Никаких проблем. Не волнуйся, ничего страшного. Насколько я понимаю, мусульман воспитывают защищать свою веру, когда их спрашивают и бросают им вызовы. И я думаю, что это абсолютно правильно. Такими должны быть люди, не так ли? Конечно, я думаю, именно так должны поступать христиане. Да. Я думаю, это прекрасно, что тебя с такого раннего возраста воспитывают защищать свою веру. И грустно то, что меня не воспитывали так. Потому что тогда бы я мог говорить с тобой. И мог бы... Нет, но ты еще в молодом возрасте. Ты в процессе. Я бы сказал, что ты намного впереди многих людей. Но дело в том... Позволь мне задать тебе такой вопрос. Знает ли Бог все? Да. Постоянно или иногда? Все время. Все время. Хорошо. Является ли Иисус Богом? Да или нет? Скажи «нет», и ты будешь спасен. Да. Скажи «нет», и ты станешь мусульманином, и мы закончим эту дискуссию. Тогда или нет? Скажи «да», и тогда возникнут проблемы. Хочешь, чтобы я ответил? Да, я хочу, чтобы ты ответил правдиво. Да. Я скажу «да». Хорошо. Ты сказал, что Иисус Бог. И ты только что признал, что Бог знает все и всегда. Знал ли Иисус все и всегда? То есть ты согласен, что только что ты противоречил сам себе? Итак, смотри. В начале обсуждения было все просто, не так ли? Я сказал тебе, что ты должен быть открытым и искренним. Да. Теперь ты согласен, что ты противоречив, но не меняешь свои позиции. Нет, это Иоанн противоречив. Нет, нет, оставь Иоанна сейчас. Ты не Иоанн, и я не Иоанн. Ты это ты, верно? Иоанн не будет стоять перед Богом за тебя. Ты сам будешь отвечать перед Богом. И я буду сам отвечать перед Богом. Я буду отчитываться за себя, а не за него. В Судный день. Да. Так что тебе следует беспокоиться о себе, а не Иоанне. И, кстати, мы даже не знаем, кем был Иоанн. Но это другая история, в которую я сейчас не хочу вдаваться. Которая не дает нам более исчерпывающей информации. Он был святым. По моему мнению, он был святым. Каково было полное имя Иоанна? Я не могу ответить. Где исторические святения Иоанна? Я не могу тебе ответить, но я хочу вернуться к твоему вопросу. Но тогда не делаю утверждений. Я сказал, что он святой. Хорошо, но это утверждение. У тебя нет доказательств этого. Ученые-библисты сказали, что есть четыре Иоанна. И они не знают, кто из них написал Евангелие. Но давай вернемся. Ты признал, что твоя вера противоречива. Но ты все равно не меняешь свои позиции. Вот почему в начале разговора я ясно дал тебе понять, что я знаю, что ты предвзят. Когда ты спросил меня, предубежден ли я, я ответил нет. В этом причина. Потому что ты не ищешь истину. Но какова твоя конечная цель? Обратите меня в ислам? Моя конечная цель, чтобы люди следовали истине. Если я покажу тебе истину и приведу тебе доказательства, и ты согласишься, что это истина, тебе следует следовать ей. Истина, которой я должен следовать, это ислам? Да. И я даю тебе причины и доказательства того, почему это так. Я не просто делаю утверждение. Я говорю, что если у меня нет доказательств того, что ислам это истина, тебе не нужно принимать то, что я говорю. Но я говорю, что все должны собираться вместе и расследовать доказательства. И какой бы ни была истина, мы все должны ей следовать, верно? Я с этим полностью согласен. Тогда тебе следует быть мусульманином. Но почему мусульмане не объединяются с христианами, адвентистами седьмого дня, растафарианцами, евреями и сотнями представителей других религий? Нам это не нужно. Мы сравниваем священные писания. Они бы собрались вместе и сказали, да, давайте разберем всю нашу информацию. Нет. Потому что в реальности многие люди не такие, как ты. Они не обладают широким кругозором. Так что даже если к ним обращена истина, меня воспитали с любовью к своей религии. Но в этом и есть. Я испытываю к ней вечную любовь. Я знаю. Я знаю, что тебя воспитали слепо следовать христианству и всегда следовать ему. Но дело вот в чем. Я говорю о том, что если кто-то слепо за чем-то следует, конечно, он никогда не изменит свои позиции. Да. И следовательно, он не ищет истину, что бы он ни говорил. Потому что он уже принял решение. Даже если ему показать все доказательства того, что это ложь, он не отступит от этого. Я просто сделаю за тебя дуа. То есть попрошу Бога направить тебя, меня и всех остальных. Это все, что я могу сделать. У тебя есть Коран? Ты читал его раньше? Нет, у меня нет Корана. Ты хочешь его прочитать? Или потому что ты уже закрыл свой разум, ты не хочешь его читать? Слушай, я знаю, каков твой менталитет. В конце концов, мой менталитет таков. Если ты хочешь общаться с мусульманами, тебе нужно прочитать Коран. На данный момент я буду с тобой предельно честен. Мне не хватает знаний, чтобы дискутировать с тобой. Так зачем ты пришел? Нет, потому что я просто хотел услышать вашу точку зрения. Хорошо, без проблем. И я это знаю. Это, кстати, не дебаты. Поверь мне, я не в режиме дебатов. Если я перейду в режим дебатов, все будет по-другому. Я просто приятно обсуждаю. Могу я тебе кое-что показать? Да. Ты знаешь, что есть сотни видео в интернете, где говорится, что христиане... Могу я получить Коран? Да-да. Можешь дать ему копию, пожалуйста? Дай ему копию. В этих видео написано, что христианина разгромил мусульманин, доказав, что Иисус не Бог. Я никогда не видел такого, что конкретно разгромили. Нет, я не видел, что кого-то разгромили. Но я видел, как христиане делают такие смешные заголовки. Я видел много христианских каналов, которые делают это. Миссионеры и проповедники. Так к чему ты клонишь? Я хочу сказать тебе кое-что. Хорошо говори. У тебя есть популярный канал на Ютубе. Мне просто... Извини. Да, у меня есть канал на Ютубе, но я не назвал бы его популярным. Но у меня есть канал на Ютубе. Популярность важна только в загробной жизни, а не в этой. Да. Извини за это. Это не твоя вина. Не мог бы ты сказать мне, как только загрузится? Кстати, я не согласен с этим названием. Мусульманина унизили. Мусульманина унизили, верно? Да. То есть ты только что доказал мою точку зрения, что христиане любят это делать, верно? Нет, я... Он только что доказал мою точку зрения. Мне даже не пришлось прилагать усилий, верно? Нет, но мусульмане тоже так делают. Потому что на Ютубе есть видео, где... Нет, но ты сказал, что это мусульманина, не я. Так что забавно, что ты высказал эту претензию, а затем продемонстрировал, что этим занимаются именно твои люди. И твои люди тоже этим занимаются. Ты не предоставил мне никаких доказательств этого. О, ну я могу. Покажи. Но я хочу, чтобы ты это посмотрел. Да, но видео не загружается. Это название. Это не имеет значения. Где он сказал, что он бог? Тот же вопрос. Я уже ответил на это. Иоанн, глава 8, стих 58. Так что ты хочешь этим сказать? Я просто хочу, чтобы ты... Мне нужно твое мнение. Нет, нет. Ты мне показал, при всем уважении, то, что ты мне показал, что ты просто как робот, или с промытыми мозгами. Я скажу тебе, почему. Потому что ты использовал этот стих, и даже не понял, что он имел в виду под Иоанном 8, 58. Потому что, когда я спросил тебя, ты не знал. Итак, то есть ты просто посмотрел кого-то в ТикТок и взял информацию, которую он сказал, и пришел ко мне, думая, что теперь ты что-то знаешь, и затем представил то, что он сказал. Да. И просто думаешь, что что-то понял. Поэтому мой совет тебе, не следуй слепо за другими людьми, думая, что они знают, о чем говорят. Потому что, если бы он пришел сюда, ты бы увидел, как он унижается, а не как он написал в своем видео, якобы мусульманина унизили. Поэтому я бы посоветовал тебе привезти его. Я здесь. Приведи его. Он в Америке. Тогда я пойду к нему, или, по крайней мере, он может пойти к одному из наших братьев в Америке. А иметь дело со случайным человеком, который ничего не знает, а потом вести себя так, будто он унизил человека, это совершенно неискренне, понимаешь? Но давай на этом закончим. Что бы ты хотел сказать напоследок? Потому что, как видишь, очень много людей, заинтересованных в исламе. Могу я спросить тебя, говорит ли Коран, потому что мой учитель истории сказал это, Коран говорит, что вы должны следовать законам страны, в которой вы находитесь. Это верно? Ты должен следовать законам страны, в которой ты находишься, если они не противоречат Корану и хадисам. Хорошо, справедливо. Итак, говорит ли Коран что-нибудь о многоженстве? Конечно, да. Голова 4 Корана. Итак, в этой стране... И снова, я не могу представить тебе точный закон, в котором говорится, что это запрещено. Но так ли это? Что ты хочешь сказать? Нет-нет, я просто задаю тебе вопрос. Есть законный брак, а есть религиозный брак. Ты знаешь, что между ними есть разница? Да. Таким образом, ты можешь жениться на нескольких женщинах, как и в любой религии, даже будучи мусульманином. И это не обязательно нарушает закон, потому что это незаконный брак. Да, спасибо. Это идеально ответило на мои вопросы. Ты знаешь, сколько жен было у Соломона, согласно Библии? Это... Если я не ошибаюсь, их было семь? Их было тысяча. Семьсот жен и триста наложниц. Вот как. Я этого не знал. Знаешь, сколько жен было у Авраама? Я не знаю. Три. Знаешь, сколько жен было у Моисея? Ну, список длинный. Если ты хочешь поговорить о многоженстве, я думаю, что тебе следует начать с Библии, понимаешь? В любом случае, было приятно поговорить с тобой. Очень приятно было поговорить с тобой. Без проблем. Подумай о том, что я сказал. Открой свой разум и действительно прочитай Коран, хорошо? Можно мне копию? Да, конечно. Я дам тебе. Вот. Ты ведь будешь это читать? Да. Хорошо. Мы предстанем перед Богом в судный день, и он... Да, и тогда он спросит тебя. Ты ведь видел, что твоя вера была противоречива. Почему ты держался за нее? И затем тебе придется отвечать. Потому что я знаю свой ответ. Могу я спросить, как называется твой канал на ютубе? Да, конечно. Это мой канал. Хорошо? Кстати, твой телефон скоро разрядится. Я хочу поблагодарить тебя еще раз. Огромное спасибо. Было великолепно поговорить с тобой. Без проблем. Ни за что. Ты действительно многому меня научил. Я очень благодарен. Надеюсь, ты задумаешься об этом. Это важно. И послушай свою подругу. Она, мне кажется, очень разумная. Да, но она не религиозна, так что... Да, но она разумна и понимает логику и следует ей. Так что это очень важно. Я тоже хочу Коран. Она хочет Коран, видишь? Она сейчас с тобой не согласна. Она берет копию Корана, чтобы прочитать. Может быть, сегодня она не религиозна, но не навсегда. Может быть, завтра она будет, мало ли. Хорошо, было приятно с вами поговорить. Увидимся.